что такое механические наручные часы сегодня когда они есть практически у каждого на телефоне пережиток прошлого атовизма или может быть просто привычка людей более старшего поколения если бы это было только так то все часовые заводы в мире закрылись бы еще лет 10 назад для того чтобы ответить на вопрос почему механические часы не теряют своей актуальности а также чтобы внимательно изучить часовое производство то что мы любим больше всего мы и отправились сегодня на один из старейших заводов под петербургом на завод ракета пишите в комментариях были ли когда-нибудь у вас часы этого бренда ставьте лайк ролику жмите кнопку подписаться и колокольчик с вами борис канал маш мюз первой машиностроительной мы начинай история завода берет свое начало в 1721 году когда петр первый основывает императорскую петергофскую фабрику первые 200 лет своей жизни завод изготавливает предметы роскоши выполняет огранку бриллиантов участвуют в производстве мраморных изделий для исакиевского собора и фонтанов петергофа с 1938 года фабрика начинает обрабатывать точные рубиновые камни для часовых механизмов а уже в 1945 по указу кремля на заводе запускают производство часов бренда победа когда же в 1961 году юрий гагарин отправившись в космос совершает свой подвиг завод начинает выпускать часы под брендом ракета завод стойко пережил время застоя после распада советского союза а с 2011 года снова начал активно развиваться и покорять новые вершины часовых дел ракета одной из редких мировых производств создающие часовые механизмы что называется от а до я включая даже такие сложные детали как спираль и баланс производства здесь оснащено большим разнообразным парком станков которые необходимы для того чтобы производить более 200 типов деталей именно столько требуется для того чтобы произвести и собрать готовые часы но лучше как говорится один раз увидите мы идем скорее смотреть производство там нас уже ждет специалист производства екатерина екатерина здравствуйте расскажите какова же ваша версия почему в век современных технологий наручные механические часы по-прежнему востребованы и популярны но вы знаете это всегда такая тенденция чем больше мы подходим к массовости это всего электроника гаджеты все замечательно но тем не менее это что-то такое что мы используем по назначению а потом выбрасываем потом меняем на новые гаджеты у нас век сопременных технологий уходит новые версии там телефонов планшетов а механические часы они были есть и будут это что-то очень ценное с долгим циклом производства и самое главное что из-за того что мы все это производим из металлического сырья то есть из латуни и стали принципе с механика и ничего случиться не может его всегда можно и при необходимости если что обслужить и в дальнейшем передать и вашим детям вашим внукам и наслаждаться ей здорово после такого эмоционального ответа прям не терпится посмотреть как же собственно говоря изготавливают эти часы ну так пойдемте производство конечно начинается с инженерной задумки и сейчас мы заглянем в конструкторский отдел начаться конечно это более интересно это все-таки более сказать более каждодневное можно сказать из того чем я занимался потому что все-таки в например машины содержание железнодорожного пути мы видим довольно редко ну если с хозяйственной технику она нам конечно попадается в жизни но тоже не так часто а часы что давай то что можно носить на руке а во вторых я все я же родился и вырос в петергофе соответственно для меня часовой завод всегда был здесь на виду всегда сказать что-то родное у меня на может быть был некоторый культурный шок в этом плане учитывая что ранее занимался тракторами где был допуск плюс-минус полмиллиметра и довольно а то местами и больше а здесь допуски идут на микроны а местами даже на десятые микроны то есть это очень чувствительное производство это все должно быть крайне точно кроме того часы это все-таки сложная механическая структура то есть наверное во многом из-за этого в том числе у нас механизм такой как я уже говорил стоящая работающая система любое изменение в механизме но разве что самых таких поверхностных элементов это очень это влечет за собой очень большую цепочку дальнейших изменений понятно что такие вещи без крайней необходимости не делаются катерина из чего же начинается производство часов производство часов начинается наверное с поиска сырья из которого изготавливать свои часы у нас все специфичное в том числе я говорила о том что мы делаем наши детали из стали из латуни но это определенная сталь определенная латунь и для нас тоже очень важно ее качество иначе могут возникать дальнейшем проблемы там например не закаливаются детали до нужных нам показателей поэтому мы ищем подрядчиков ищем предприятия российские металлурги которые по нашему заказу смогут сделать нам такой-то латуни или такой такой-то стали но можем посмотреть непосредственно уже на нашем складе давайте конечно я вижу здесь достаточно большое количество стальных прутков стальных лент и латунных лент разных размеров екатерина какие еще материал используются в производстве часов да вот они используются сталь латунь разные конфигурации из всего этого делают детали для эти два материала придавать все потребности да да совершенно верно но у вас при этом достаточно обширенный большой склад я бы сказал что еще у вас интересно но это не только склад сырья это также склад инструментов для нашего цеха для станков для людей ручные различные приборы поэтому здесь все хранится для станков это различные фрезы для людей индикаторы потанции измерительные приборы да 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 вон даже весы у нас тут есть которые тоже мы кстати иногда используем скоро я думаю их в музей может быть екатерина и какое же количество деталей разных типов деталей изготавливаются на заводе вообще в механизме более двухсот деталей они все разные у всех разные стандарты разные этапы производства но если их совсем так уделить на такие группы я вам сейчас покажу наглядно в нашем цехе механобработки где мы находимся первый наш участок это самые крупные детали это как скажем крепежные элементы механизма это платина и мосты на платину мы устанавливаете маленькие детали а мостами сверху вы их крепите вот мы с вами даже можем посмотреть вот это будущий мост у деталей это наверное самые трудоемкие детали потому что огромное количество отверстий внутри платины и внутри мостов и все эти отверстия они просверливаются поочередно например для платины нужно выполнить более 800 операций чтобы сделать уже итоговую и готовую платину а вот такие самые сложные детали которые есть в часах спирали баланс они тоже изготавливаются на прицепе нет спираль баланс это действительно самое сложное узел баланс это самое сложное это то от чего наверное процентов на 80-90 в целом зависит точность хода и конечно же там абсолютно чистое производство и закрутка этого волоска отдельный цех такой отдельный причем закрытый с определенным уровнем доступа где сотрудников особо так не привозит здесь детали механизма различные трибы колеса венки штифы вот все производится здесь сами детали у нас очень маленькие вот например вот такой вот бушон понусообразный и это причем элемент противоударного устройства именно та самая деталь которая должна защитить сердце ваших часов спираль баланса вот она вот такая наверное меньше миллиметра и и диаметр и при этом мы должны соблюдать очень жесткие допуски как вы видите 2 25 если бы не сказали что это детали я подумал что это стружка или пыль какая-то это просто нужно взять и выбросить то нет это мы еще вытащим промоем проверим на проекторе эти детали вытачиваются вообще все токарные автоматы которые вытачивают трибы и типы оси винты они работают по единому принципу как раз те самые и стальные латунные которые мы видели вот они протаскиваются через станок здесь вы видите кончик латунного прутка танки программируются при помощи кулачка это как современный диск да просто уже такой вот механики он из чугуна делается на нем наносится отсечки по аналогии как пластинка да у пластинки там есть линии иголочки отсчитывает здесь то же самое на отсечке вот она иголочка каждый раз когда она считывает изменения в поверхности это передает команда ножичком на выполнение определенных операций чем сложнее деталь тем больше кулачков в разных близкостях тем сложнее расчет на самом деле вот именно эти танки это самые сложные в наладке я не представляю а сейчас мы находимся на участке фрезеровки где детали с предыдущего участка токарных автоматов это три бы колеса поступают для того чтобы у них появились зубчики всей колесной системы есть зубья и вот мы с вами как раз видим там между двух вращающихся осей зажаты детали вот она фреза очень хорошо сейчас видно сотрудник придет детали снимет поставит новую партию деталей включит станок а вот это фреза фреза будет вращаться таким образом нарезаю зубья у анкерного колеса а это уже станок с чипу я правильно это уже современные станки с чипу здесь конечно самый продуктивный участок какой же сумма маленькая есть еще меньше для увеличения износа стойкости деталей мы также проводим их закалку это очень-очень важная на самом деле производственный этап вот мы сейчас находимся на участке термообработки здесь различные печи у нас находятся ну и сотрудник ответственный за эту нашу работу я вижу сразу много печи и у каждого детали своей технологии у каждой детали свои секреты трудности те показатели до которых они должны быть закалены поэтому здесь куча-куча секретов это тоже на самом деле очень сложный этап а я правильно понимаю что после термообработки детали уже в принципе готовы сборки нет вы пропустили очень много этапов и один из них это этап промывки детали вот мы с вами как раз находимся на этом участке здесь много промывочных машин а также ванны которые вручную делаются для наших деталей чтобы они выглядели так как они выглядят уже в готовой продукции красивые блестящие не окиселялись самое главное со временем а промывка она делается только для чистки от стружки там от масла или она еще какой-то добавляют свойства деталям чтобы они не окисляли чтобы они были за защитные свойства да также на этом участке мы делаем покрытие наших деталей цветом на ваших часах на секторе автоподзавода он красный это тоже делается на этом участке после промывки после контроля качества детали уже попадают сюда на участок сборки где их собирают единый часовой механизм часы собирая то чтобы у себя на руке вот причем сборка у нас организована так называемым ручным конвейером то есть за каждым часовым мастером закреплена своя операция а сколько же времени уходит на то чтобы собрать одни готовые часы знаете это очень хороший вопрос на самом деле собрать часы можно достаточно быстро это естественно делается в рамках рабочего дня но часы никуда не уходят они остаются здесь вообще этап это длится где-то около месяца как минимум почему потому что когда мы собрали механизм мы отправляем его на тестирование часы это сложное техническое устройство у каждых часов есть свои характеристики и прежде чем предлагать нашим дорогим покупателям часы мы хотим быть уверены что они выдерживают все испытания мы тестируем качество работах подзавода выхаживаем из герметичность точность хода все-все-все на много это ну как немного дней две две-три недели и только потом уже эти часы могут выйти за пределы этого участка и отправиться на магазин и вот когда часы попадают магазин нужно там на 200 на 300 процентов быть уверен что они точно прошли все этапы проверок все этапы проверок многочисленных здорово а от модели часов зависит количество времени потрачено конечно конечно это может зависеть есть модели например у нас была лимитированная серия повторения первых полярных и мы там хотели полностью сделать как они были выпущены 69 году мы отказались от автоподзавода и часов без автоподзавода соответственно не будет тестирования подзавода часов там с повышенной герметичностью в которых можно плавать будут свои тостирование то есть какие-то нюансы такие небольшие они не сильно сократят этот срок но тем не менее в этом году исполняется 20 лет как я работаю на этом предприятии из них большую часть я работаю уже директором наше предприятие имеет очень сложную технологическую цепочку производства это и оборудование это и снабжение в первую очередь это люди потому что все специалисты которые работают у нас они обладают очень высокой квалификации и большим опытом сейчас к сожалению подготовка специалистов по нашей специальности не производится специализированных учебных заведений нет мы вынуждены принимать на работу людей с непрофильным образованием и проводить их обучение уже на месте под руководством опытных наставников и мы сами преподаем теорию и практику изготовления часов как отдельных операций так и в целом полностью по часовому производству по большей части мы конечно замкнуты на россию поскольку наша технология разрабатывалась еще в советском союзе это оборудование нам знакомо мы хорошо хорошо научились обрабатывать российские материалы но при этом мы очень сильно интегрированы в мировую структуру вся россия интегрирована данная ситуация в мире сейчас не является критической поскольку мы заблаговременно создали себе производственные запасы и полностью оснащены при этом мы стараемся постоянно вести работу по размещению изготовление каких-то сложных инструментов приборов на отечественных предприятиях это процесс очень долгий кропотливый требует времени для размышлений для проектирования для испытаний но эта работа постоянно ведется у нас специально работники этим занимаются сейчас мы находимся в используемых в параллельном режиме во многом из-за того что механизм у нас это довольно устоявшаяся вещь и у нас сделана полная библиотека в старой программе перевод на отечественные саппор это это желательно разумеется особенно в современных условиях вот и у нас было сотрудничество с коном вот сейчас идет по поводу там внедрения дополнительных модулей в компас идея внедрения появилась наверное где-то через полгода поток и сюда пришел собственно от меня и пришла потому что я посмотрел на то как работает текущая программа на пол на отсутствие дерево построения на то как работают привязки вернее не очень работают и я подумал что это неудобно долго и непродуктивно компас как раз обладает и искады в нем есть библиотека стандартных изделий и в нем есть соответственно удобство проектирования моделирования древо построения массива все что нужно в общем для повседневной жительной производства может сказать то чего нам не хватает в плане вот именно механизма вот мы сейчас работаем начнет расширение модуля часовой передачи насколько я знаю проработка еще продолжается то есть сказать что он проработал не для них это еще в процессе то можно создавать нестандартные модули можно задавать немного не открыты многие значения в таблице которые были раньше зафиксированы программно то есть можно и мы используя наш опыт можно уже соответственно проектировать зацепление ну по я и соответственно дальше элементы механизма доработка этого модуля производится как ни странно по инициативе аскона в первую очередь потому что как я уже говорил у нас это происходит сейчас производство так фарнук проектирую в параллельном формате между двумя программами вот и соответственно перевод механизмов омпас у нас стоит конечно в плане но это не является чем-то срочного от нас аскон не уже самостоятельно нас дояли чтобы они помогли нам грубо говоря ну мы помогли друг другу разработать вот этот модуль его можно было внедрить как можно скорее это конечно намного упрощает по я работу с подрядчиком потому что можно переслать модель благо компас позволяет перес конвертировать степ то есть в том числе то есть это открывается практически везде любой может посмотреть даже бесплатными программами что мы от них хотим что нам нужно и это крайне конечно упрощает задачу чем например пытаться понять чертеж который все-таки это там проекции нужно по иметь определенное пространственное воображение вот опыт большой опыт опять же степ может можно померить любые размеры программными средствами то есть там конечно модели намного удобнее на практике самые необычные часы которые мы выпустили это пожалуй часы с обратным ходом мерить такие никто не делает разве что какие-то отдельные энтузиасты часового дела мы преследовали тут такую цель что если смотреть на нашу солнечную систему из космоса то там все наоборот крутится против часовой стрелки мы хотели этим выразить наше отношение к мирозданию эта идея неожиданно не совершенно неожиданно стала очень популярность ли среди любителей точной механики и часы эти стали очень востребованы и они у нас теперь идут серийно разработка новых моделей у нас да действительно идет постоянно мы к этому очень тщательно готовимся над этим работает отдельная группа дизайнеров и все технические решения тоже там сначала тщательно прорабатываются мы конечно заранее не анонсируем это происходит как пуск ракеты взрыв новая модель неожиданно появляется мы стараемся об этом не говорить у нас есть поговорка не говори гоп пока не перепрыгнул часы сейчас уже они перестали не утеряли статус прибора времени и переместились уже в сферу эмоционального какого-то воздействия на человека человек получает от часов от механических некое эмоциональное удовлетворение у нас даже на сайте есть страничка где вы можете послушать как стучат часы механизм часов и когда вы будете слушать вы поймете что это завораживает мы ходим смотреть на картины которые написали люди в прошлом или настоящем они на холст выложили свои эмоции свое видение мира и это не заменить никакой фотографии никаким постером ну смысле фотографии постеры они живут своей жизнью но вот именно художественная картина она вот отражает еще эмоцию художника который ее создал и люди хотят именно у себя иметь или приходить и смотреть на эту картину вот они получают от этого эмоциональное удовлетворение ну каждый при этом получает свое вот нечто такое подобное происходит и с часами но они еще говорят статусе человека о том что этот человек обладает какими-то особенностями характера либо у него брутальные часы либо это классика либо это часы с украшениями с обратным ходом до согласен ну и просто когда бывает минута свободного времени просто смотришь на часы можно поразмышлять о том как все-таки сложно устроен мир екатерина переместившись в музей вашего завода я вижу наглядное подтверждение слов анатолий александрович о том что часы действительно сегодня переходит в категории искусств по крайней мере часы вашего завода точно квадрат малевич на цифра была тебе звездное небо еще какие то есть у вас часы да пожалуйста авангард посвященный знаменитому русскому авангарду смотрите как напоминает картины лисицкого правда правда ну что ж екатерина спасибо вам огромное за такой познавательно интересных экскурсий я уверен что зрители нашего канала получили огромное удовольствие посмотрев воочию своими глазами как производят часы и я вас тоже благодарю за то что вы к нам приехали и еще раз всех приглашаю посетить наши предприятия и так друзья это был интересный и насыщенный день в гостях у завода ракета увидев производство изнутри становится понятно что такие часы это не просто функциональный аксессуар это одновременно еще и произведение искусства и ювелирные изделия учитывая сколько ювелирной работы необходимо выполнить для их изготовления ну а говоря конкретно про часы ракета то если они у вас на руке то у вас на руке не просто часы а во-первых история с большой буквы не все-таки 300 лет производства это действительно сильно во-вторых ручная работа это внимание и забота каждого сотрудника завода вложены в каждой часы третьих надежность подтвержденной выбором специалистов самых опасных профессий например космонавтов и исследователь арктики но и в четвертых конечно же это точно при всем прочем они еще остаются и часами я пошел выбирать в магазин часы подарок кому-нибудь из своих близких вы же пока ставьте лайк этому ролику если он вам действительно понравился жмите кнопку подписаться и колокольчик чтобы не пропускать наши следующие выпуски с вами был борис канал машину с 1 машиностроительной